А я поспал, прошел выброс, прошел пси-выброс, и в итоге у нас отменился переход, который тут был. Но зато открылся на армейке, куда давно надо было сходить и что-то там сделать. В общем, я маленько за кадром кое-что поделал, как видите, у меня новый рюкзак. Все-таки я решил его взять, но потому что... А что делать? Внестимость нужна. Сейчас мы еще с вами покушаем, попьем, и, наверное, калаш, что ли, надо вычинивать? Без колбасы я, конечно, не наедаюсь, но вот осталось только хлеб и консервы всякие. Походу, придется консервы, что ли, есть. Да, все равно желтый голод, все равно это не помогло. Так что захаваем сардину. Что там за сообщение пришло? Какая-то перестрелка опять. Долгори, прикончил пса на ростоке, это тут где-то. Вообще с двух блокпостов выстрелы идут, так что непонятно, кто и чего. Надо было сразу консервы хавать, но почему-то я думал, что три использования хлеба хватит, чтобы оранжевый голод утолить. Так, казалось, нет. Да ладно, в смысле, и этого не хватило? Вот это прикол. Так, ну уже такой голод мы выводить не будем, просто водички попьем. Жесть, представляете, съел целый батон и еще выпил уже пол-литра воды. Воду опять наполнять придется. Пойдем посмотрим, что там происходит. Все равно, кстати, довольно быстро бегаю. Хотя вес, опять же, скорость бега, вернее, минус 20. Нормально. Но это пока я бодренький, потом встану, конечно, не то уже будет. Что происходит, ребят? Опа, смотри, смотри, ножом колбасит. А лопатый? Вы что, ребят? Ёки-палки. Что у вас тут происходит? Надо было спросить, может, квест был? Подожди, а мне как прилетело? Вот сейчас не понял, как говорится. Так, огни-смесь, потрошки. Ну и все. Ты один тут был? Мне еще и кость, вернее, ну кровотечение открыли, в общем. Жесть, что делает. Видели кататься? Они, в общем-то, лутают, но тут ничего не поделаешь. Клык. Ты что ездишь, братан? У тебя какой-то экзоскелет модный. С колесиками? Ребят, что с вами? Долговцам выдали новые роликовые коньки какие-то. Ой, отнести бы все эти кишки да продать, ребят. Но квестов хочется поиметь, прежде чем охотнику отдавать их. А еще у меня точилки нет. То есть у меня сейчас совсем скоро нож пропадет. Три или четыре раза подряд уже не получилось слезать. Сейчас, да, пятый. Не, на этот раз нормально. Ну, вроде все. Кого успел, обыскал. Жаль, переход пропал, потому что, конечно, были мысли именно туда отправиться. Но видите, как получилось. Огни-смесь, блин. Шесть мяса тушкана. Стоп, так мне же свободовцы враги, кстати говоря. То есть я еще со свободовцами воевать буду? Отношения. Чистое небо, свобода. Не, мне кажется, мне в любом случае надо вычинивать калаш и цеплять на него оптику. И тратить много денег. К сожалению, это так. Кстати, забыл сказать, что я тут ящики немножко разбирал. То есть тут теперь лежит пока что весь хабар, кроме всего, что связано с оружием. В плане обвеса, патроны и само оружие я перенес в этот ящик. Вот оно, добро лежит. Ну потому что, сами понимаете, там уже все забилось. Пришлось все перенести. Видите, аж 41 литр это занимает. Так что лежит теперь тут. Ну и калаш, какой я там хотел починить? Вот этот вот, по-моему, нормальный. АК-74. Вопрос другой, по оптике. По оптике вроде как все цепляется. А ну-ка, давай посмотрим, как это в принципе выглядит. Кроме вот этого, кстати, этот не идет. Ну вот, пожалуйста. 3D прицел. Блин, чувствительность, конечно, в прицеле это капец. Такое можно сделать. Что там как-то высоко слишком оружие держит? Не очень мне нравится. Ну и такой прицельчик на крайняк. Ёлки-палки, как он... Вот не нравится, что в игре одна чувствительность, по факту другая. Почему тут отдельной чувствительности в прицеле нет какой-то? Или есть? А, всё, извиняюсь. Вопрос снят. Давай вот так вот где-то сделай. Применись, продолжить. А ну. Что-то как будто всё равно сильно. А ну-ка, давай прям минималку. Ой-ой-ой, блин. Прикольно, кстати. Не, вот это жижнющий плюс, что всё-таки можно регулировать. Вот, а будь по уши. Потому что чуть-чуть мышкой двигаешь, он, блин, на пол экрана двигал. Ну всё, пойдём чинить. Заказать, не заказать, ну... Это уже всё, забей. Кстати, всё равно жрать хочет гадюка. Что там? 36 тысяч. Ну, ёлки-палки. Примерно столько же стоит заказать. 38 тысяч стоит АК-74 заказать у... Забыл, как его зовут. У Долговского торговца, короче, у Петренко. 38 тысяч. Тут починить 36 и сразу. Там заказать 38 и ждать. Ну, понимаете, да? Разумеется, это не самый лучший автомат. Но всё, я вас поздравляю. У нас с вами есть автомат. В принципе. Наверное, это круто. Чё-то мне всё-таки тот прицел больше нравится. Как будто бы... Может, я гоню? Ёлки, а чей он так трясёт? Подожди, чё происходит? Почему я нажимаю выстрел? Вот такая канитель происходит. В смысле? То есть, смотри, он его нормально держит? Да, он его пошатывает. Но если нажать выстрел, начинается вот это. А вот с этим прицелом тоже такое? Ну, может, это типа из-за того, что он разряжен? Ну, мне тоже так кажется. Ладно. Пусть будет так. Так, а что вторым оставляем? Ну, наверное, уже не обрез. Обрез убираем. Будем там уже как-нибудь скопить патроны, дропи и мечтать о дробовике нормальном. Пистолет и калаш. Вот такой прицельчик тоже оставлю. А вот так, быстрым перекидом можно переодеть? Нет. Ну, ладно. Бакелитовых магазинов, в которых тима просто. Что хочешь есть. Я могу буквально просто взять заряженные магазины. И мне их должно хватить. То есть, в одном 30. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на три сколько будет? Правильно. 15. 150. 150 патронов. Ну, как будто маловато, кстати. Хотелось бы побольше. 150, 180. Да, просто все возьмем, короче, что есть. Правда, они же занимают. Блин, 400 литров. Ё-моё. Так, ну вот как-то все так. Это нужно убрать. Несколько магазинов тоже можно убрать. Ну, конечно, все равно пугает, что перегруз присутствует, причем довольно ощутимый. То есть, по литражу. Уже желтый. А что я такого сделал, чтобы был желтый, да? Вот так хочется сказать. То есть, смотрите, прям по максимуму все убрал. Ну, что у меня тут есть? Тем не менее серый. То есть, это калаш так занимает. Представляете? Кстати, надо одиночный режим обязательно поставить. Ты дурак, что ли? Я даже не хотел с тобой общаться. То есть, все равно уже невероятный перегруз присутствует по объему. И это прям пугает. А что я плохого такого сделал? Казалось бы. Конечно, в рюкзаке даже еще не половина. И мы там типа в рюкзак нам сейчас можем перекладывать по хабару. Но все равно. Потому что костюм уже нужен нормальный. На склады, кстати, можно перейти. За тысячу рублей. Чего? Видели? Не было торговли, потом появилось. У него, походу, мои деньги. Гаденыш. Так, ну все. Пошли тогда на армейке. Впервые. Потому что, опять же, два квеста бракованных. Сюда потом, когда будет сподручно. Сюда, к сожалению, переход исчез. Хотя с темной, кстати, появился. Но с другой стороны, а в темную как попасть? Через кишку. Чего? Прикиньте, вот так вот, чтобы попасть в темную. Потом сюда и типа выполнить. Ну то есть это возможно, но... Как будто прям овчинка не стоит выделки. Наш лифт вроде прицел замирает. Имеем в виду. Смотри, вообще ничего нет. На 22 литра из 30. Это просто бред. Вообще, должно оружие не учитываться? Блин, рожила. Она же за спиной на лямке висит, условно. Давайте, кстати, посмотрим, как наш друголечек выглядит. Вот он какой. Смотри. Ребят, кто бы что ни говорил, а мужичок-то поднялся. Смотрите. Видите, калаш с обвесами. Топор вон тот самый. Пистолет. А где ножичек? Не видно ножика? Что-то не вижу. Мужичок-то поднимается. Осталось, конечно, приодеть малыша, но я думаю, что разберемся с этим тоже. Так, глушитель тоже надо цепануть как будто. Вроде был какой-то, да. По патронам, конечно, может быть сейчас проблемка. То есть я схожу в одну ходку, отстреляюсь, все, патронов не будет. То есть я же их какое-то время собирал. Они у меня сейчас, конечно, есть. Да, посмотрим, приценивемся, сколько они стоят, в принципе, на будущее. Ну и на армейке я смогу, кстати, квест выполнить. Правда, тут свободовцы же, причем нормальные такие, которые квестовые, сюжетные. Я их сейчас там перебью. Но, с другой стороны, кому сейчас легко, правильно? Если перебью, что можешь предложить. Нет, подожди. Работа. Понятно. Сколько стоит пачка патронов? 2000 гривен. Ну, прикиньте, то есть с магазина я должен все это дело минимум окупать. Даже не представляю как. Это только если тратить эти патроны только на квесты. Пойдем. Я, конечно, сейчас рассчитываю там каких-нибудь монолитовцев найти и прочую нечисть. А там будет видно. Подожди, тут какой-то мертвый экзоскелетник. Е-мое. А, так он не лутанный. У него есть гранаточка, РГН. Я сначала расстроился, думал, он лутанный. А нет. Где твоё оружие? Наверное, должно быть где-то. Но что-то я не вижу. Ну, смотрите, подобрал что-то, все. Это вообще жесть какая-то. Смесь все убирать. Смотрите, я убрал практически все. Мне все равно. Я понимаю, что учитывается вот это все. Но я говорю, это и бред. То есть калаш на лямке. Что, мне братик Зу на починку? Состояние 1%. Сюда. Извлечь аккумулятор. А, у изоскелета, кстати, аккумулятор есть всегда был. Но он, правда, убитый какой-то. Да и слушай, что-то он тяжелый. Давай, братанчик, пока. Ну, если он-то будет на обратном пути, может, возьму. Ну, сейчас, не горю желанием. Ура, армейки. Да ладно, еще и кабан есть. Не лутанный. Да что вы будете делать? Я даже уйти с локации не успел. Не стоит с собой носить тысячу патронов. Бери 150, если идешь в простую ходку. И 300, если уверен, что пойдешь в перестрелку. Хорошо, спасибо. Аномалия пекла. Кого? Что там за смс-ка пришла? Услышал автоматные очереди на военных складах. Восточнее аномалии карусель. Ну, поехали. Тут у меня тайники необысканы. Локация абсолютно новая. Я тут первый раз. Соответственно, мне интересно абсолютно все. Нифига себе. Вот это локация. Вот это меня встретили, ребят. А это что за батон? Облученный? А, до свидания тогда. Блин. А, ну я сохранился, кстати. Значит, тайник будет. Блин, я испугался сильно. Как всегда в этом моде что-то происходит. Прикиньте, одну жизнь тут играть. Фу, у меня сердце опять забилось, ребят. Я все-таки уже не молодой тоже, да? Давай ждать, кто где кого. По идее, артефакт на месте должен быть. Я же уже сохранился после автосейва. Как здесь полный низкий присед сделать? Его не существует, как будто. Не, ну я, конечно, в ситуации очень проигрышной. Непонятно, кто, что, кого. Ну ясно, что на хуторе. Как будто тут отсюда откуда-то подошли, пока я лутался. Причем очень быстро. Я себя очень неуютно на новом месте чувствую. Заманили на артефакт. Ладно, лутаемся. Не, в целом неплохо. Единственное, что хлеб, конечно, облученный нужно выкинуть. Это сюда. Сохраниться можно. А кто меня убил? Все. То есть, если я могу сохраниться, значит, рядом нет врагов. В радиусе каком-то определенном. Но, наверное, они все равно тут чилят сидят. Начали расслабоне. Сейчас я к ним приду и дам по щам. Пошмаляя по мужичкам. Не, ну добротно. Батареечка сразу сходу. Не самый дорогой артефакт, но это твой дивизию артефакт. Именно настоящий, а не вот этот фальшивый. Какая-то жесть творится на локации. Эй, я все равно могу сохраниться. А кто тогда мне в прошлый раз мешал? Ну как же медленно восстанавливается в носильце? Это просто караул. Ну давай сидеть. Хотя у меня, ну, все окей. Чуть-чуть кушать хочу, но это ладно. Я уже почти на перегрузе, кстати. Епать, наверное, много магазинов взял. Ладно. Но мне казалось, что немного. Когда я их посчитал, их было 150 патронов суммарно. Я подумал, ну блин, как-то мало 150. А сейчас смотришь, понимаешь, что, ну, перестрелки-то не так уж и часто бывают. Сейчас тут энергетика, если у тебя будет, будет сказка. Флешка с данными. И энергетик. Еще проблема, что у меня топор конкретно сломался. И заточек больше нет. То есть мне заточку надо покупать. Плюс где-то были выстрелы. Конечно, там должен был быть я, чтобы обыскать. Но теперь меня там нет, я не обыщу. И, соответственно, не полутаюсь. Так кто у меня стрелял, да? Это останется загадкой, ребят, навсегда. Потому что сейчас я отгрузился, и никого нет абсолютно. Как будто был кто-то на хуторе. Какие-то свободовцы сидели. Так ведь нет. Никого абсолютно. Ну ладно. Погреемся, ребят. Тепловые ванны. Что-то пока остальные тыники пустые оказались. Патрончики. Всякие отсыревшие. А вот есть ли мне смысл, в принципе, отсыревшие добро подбирать? Стоит, наверное, вообще ничего. Ну, опять же, это вроде как можно отсушить, как мне разговаривали люди в каких-то кострах. Так, ну смотрите, я вот могу в теории сбегать сюда, вот к этому месту. Тут часто бывают всякие гады. Ну как, гады-свободовцы, но в данном случае я с ними враг. Опа. А-а-а, подожди. Боже, ну три пульки, два трупа. Автомат с оптикой, это просто чудесно, ребят. Это просто невероятно. После обреза и форта, согласитесь. Поднялись, ребят? Поднял бабла, стали другими дела. Вот и все. Что у них тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 60% костюм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, четыре кармана, еще и больше карманов, чем у меня. Что значит, особенность повышен параметры пси-поля. Давай сохранимся сразу моментально. Слушайте, ну мне такое надо, хочешь не хочешь. Вот о чем ребята-то и говорили. Пришел на локу, фармишь по полной программе. И это еще свободовцы какие-то. А прикиньте, сейчас монолитовцы поймать. Кстати, там мужичок квест на берету давал. Взять, что ли? Да, возьмем. Там, короче, мужик давал квест. Ну, правда, она убита, но чисто ради награды какой-то такой. Копеечный. Ой-ой-ой, ребята. Что происходит на этой локации? Ну, выпуда. Ширево какое-то непонятное. Дай угадай, облученое. Облученое. Кстати, берета получше. Сейчас, секунду. Я уже везде перегружен, ребят, мне надо возвращаться, прикиньте. Я возвращаюсь с рейда. Я реально какой-то тарков играю, знаешь? Так, стоянем 28. 30. А, так у меня лучше, оказывается. Ну, ладно. Как будто я играю в тарков и возвращаюсь с рейда. Вылазку сделал. Сколько надо заработал. Все, пора домой. Как хорошо, что я все-таки на 40 литров купил. Прикиньте, сейчас бы без этого быть. Ну, конечно, сам по себе тоже 2-3 литра занимает. Ну, надо ко мне освучинивать, походу. До свидания. Ну, опять же, бакелитовые магазины смысла хранить нет. Вот тут надо пошукать. Кстати, у меня не облучилась аптечка. Ой-ой-ой. Вот тут, вот тут часто бывают всякие ребятишки. Кстати, ну, там ящик надо обыскать. Ящики очень нужны, сами видели. Господи, сколько это поля может быть? Километр? Да, постоим. Как вы думаете, если я сейчас обернусь, взять будет кто-то? Сохраняемся, смотрим. Нет. Ну, бывает такое. Ну, мне уже прям все, возвращаться надо по-любому. Тут никого нет, но там, я смотрю, жарко активированное. Либо она сама активировалась, либо кто-то ей помог. Ну, тут никого по итогу. Опять же, вот тут часто бывают люди. Тут, вот сюда, наверное, сейчас схожу и обратно. В принципе, да, отсюда уже можно текать. Так, чисто проверил. Да, не поскупимся на энергетику, потому что я замучаюсь сейчас так бегать. Тебе, блин, кушать хочет. Чисто немножко голод заглушить. Но все равно, все равно, конечно, это не помогает. Давай, короче, консервы кушать. Надо все это не экономить, потому что по итогу у меня в конце игры остается миллиард всего. И кому это как бы надо было? Все, покушал. Теперь попить. Банку можно выкинуть. Осуждаем мусоринг вот этот, да, в зоне. Ну, а что поделать? Ребят, я что, теперь свободу избуду? Да, как будто, ну, наверное, деньги хватит на его починку, конечно. Все деньги на калаш ушли. Ну, как минимум, можно продать в случае чего. Но я бы хотел его себе оставить и починить. Потому что пока это самый норм костюм, что я нашел. Еще я, опять же, подчеркну с четырьмя карманами. По литражу, правда, наверное, хуже будет. Мне там, конечно, тоже пишут. Тут, ребята, играйте как вы хотите. Просто некоторые прям пишут. Вот, не надо, надо вот экзоскелет найти, его починить. Ну, блядь, по такой логике, скачайте победитель зоны, заспавните себе экзоскелет в начале игры, все, вы прошли игру. То есть, а где же этот пейтап на путь развития? Вот, вот, ни в коем случае нет, только экзоскелет надо, вот, только тогда надо чинить броню. Вот, ни в коем случае плащ не чини. Ни в коем случае вот это, вот это. Только обязательно вот экзуем. Ну, а в чем кайф от игры тогда? В чем кайф прогрессирования? То есть, вот ты в костюме новичка, вот ты в игре, все, молодец. Ну, все, удаляй игру, нахуй, иди, грядки поли, я не знаю. Просто меня такие комментарии поражают. А в чем кайф тогда от игры? Если вы его так получаете, то я по-другому получаю кайф, поэтапном развитии. Нет, нет, ни в коем случае, экзоскелет покупай, находи, только его вычинивай. Че это было, вопрос останется за открытым. Че-то он подскочил с разряженным оружием. У меня, кстати, тоже бывало такое, что шел в ходку с разряженным стволом. Вообще, а, так у него вообще патронов нет. При этом у него много лута. То есть, ну, какой-то странный типсон. Калаши перепутал, походу, не зато схватился. Как меня увидел. Два энергового волоса, елки-палки. Печень слепого пса. Кстати, тоже кто-то просил. Кстати, а вот с этим я что могу делать? Швейцарский нож. Разбирать же, правильно? При ремонте снаряжения и обслуживании оружия. А, именно при ремонте. Ладно тогда. Ё-моё, цари. Ну, это мне или не мне, как вы считаете? Ну, как будто мне. Ещё и водочка есть. Правда, облучённая. Ну, понятно. О-о-о! Всё остальное, конечно же, облучённое. Как же ещё? Колбаска тоже? Нет. И водка казаки нормальная. Нормальная. Долговцев поклал гад. Вообще, печень слепого пса. Возьмём был квест. Вот, пожалуйста, поживился опять. Он тут ещё и один был, прям ждал меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всё, я умер. Ну, вот они, ещё одни. Правда, тут я уже прям вообще ничего не смогу унести. Я не знаю, на что я рассчитываю. То есть, часть только если в ящик сложить тут рядышком. Ёптать, а я чуть не пойму. Я вроде стреляю прицелом в человека. Ну, понятно, разброс, конечно, с другой стороны. Ладно, согласен. Минус два. Но там был точно третий, я помню. А, вон он. Он пока что не понимает, что происходит. Есть. Помогите! Так, подожди, 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 подожди. Ну да ладно, вы прикалываетесь, разрабы. Вот, ну... Ну, такого бреда я уже не прощу разрабам. Вообще никак. Она очень странно прыгает. Она очень странно прыгает. Как-то боком, полубоком. Ооо, такого я уже не прощу. Опять какая-то там шмальба. Вон химера. Подожди, она меня замечает, он оттуда и бежит. Я правильно понял? С ума сойти. Так, один где-то тут. Или где они? Я потерял свободовцев. Махимера, жесть. Я по несколько раз топором ударил, я вообще абсолютно... Вижу. Он пошел на хуторочек. Погнали тоже, в любом случае делать нечего. Я, правда, устал сильно. Вот он. Один из патрона и до свидания. ПДА-шник нормальный. Ну, конечно, он нормальный, я же перезагрузился. Опять берет, но я даже уже не хочу убрать все патроны. Мне кажется, они мне не нужны. Ооо, полностью заряженный магаз. Ну, не, кстати, однотипная какая-то снаряга. Кстати, можно разобрать балаклаву, маску. Навык разборки повышен. Что упало? Не знаю, что-то упало. Я уже на перегрузе, кстати. Что-то вроде мы собирались монолитовцев мочить, по итогу мочим свободовцев. Но уже все. Все, все щели у меня забиты. 29, 9 это туда-сюда. Да, поехали, значит, обратно. Как назло, тут, конечно, что-то будет. Ну, ладно, все, поехали. Прямо конкретно обратно. Разгрузиться и вторую ходку, наверное, я не знаю. Попытаться хотя бы сделать. Он меня видит. Он где-то там кайфует сидит. С внослиностью, конечно, капец. Прямо вообще капитальный. Учитывая, что я, в принципе, не хочу есть пить. Но она очень-очень медленно восстанавливается. И быстро тратится. Но это из-за перегруза, конечно. Все. Пробежал, представляете, у меня кончился вносливость. С полной. Кто просил берету? Тут уже никто, да? Я понял. То есть я нес. А уже никому не надо. Вот эта у них система, то, что квесты меняются, это просто капец. Ну, быстро довольно-таки. Но я не был на локации всего лишь полтора часа. Игровых. Наверное, даже меньше. А берету вот он себе ненес. То есть, в принципе, тебе надо вот это оружие иметь сразу при себе. А вот как я его буду иметь сразу при себе? То есть, разумеется, я не буду поднимать сломанное оружие. И носить его. То есть мне надо брать квест и идти искать пушку. А если я провалю его, будет печально. Там, опять сказать, шмальба. Ну, смотрите, мне нужно в любом случае вернуться, скорее всего, на армейки. И попытаться через этот проход пройти сюда. Тут очень много должно быть свободовцев. Это будет конкретная... Ну, это будет жесть прям. Потому что там и гранаты будут лететь, и все. Но попытаться выполнить квест хотя бы за сегодня. Но опять же, то, что мы не выполнили ни одного квеста, это не показатель. То есть я по снаряге довольно сильно поднялся. Все, наконец-то я около ящика. Ну, в принципе, маленько подразгрузился. Пойдем узнаем, сколько стоит костюм починить. Кстати, у меня вот тут как будто тоже свободовская нашивка. Посмотрите внимательно. И вообще свободовская модель именно, зеленоватый. У Чен какой-то голубоватый так-то костюм. Хотя я выбрал костюм Чен вначале. Почему-то он свободовский. Но это ладно. Так, по поводу костюма. Во-первых, что он вообще сам из себя представляет? Один из плюсов, опять же, это его дополнительный карман. Который, ну, не то чтобы я без него страдаю, да? Но все же он есть. Вместимость больше. Правда, опять же, тут вместимость 3 литра, но весит 1,6 кг. Условно. А вот тут вместимость 8 литров, но весит 8,5 кг. То есть больше. Но, правда, опять же, самопсей вместимость больше. Килограммы больше. Класс брони выше. Остальные характеристики. Но радиозащита уже по дефолту выше. Хотя костюм сломан. Итак, его починка будет стоить всего лишь 11 тысяч гривен. Друзья, мы это делаем. Я, кстати, флешку уже нашел, помните? Из ящика какого-то. А где она, кстати? Я ее что, убрал? Вот эта флешка. С данными о пластинах каких-то. У меня есть флешка. 2,300. Дочиним. А где костюм? 11 тысяч. Ага, электричество все равно хуже, кстати. Обратите внимание. Ну что, надеваем? Ну. Нормально, короче. Повучше стало. То есть 34 из 30 было. Теперь 34 из 38. У меня есть хороший костюм. С хорошей радиозащитой. Ну как я теперь выгляжу, ребят? Прикиньте, за одну серию уже новый костюм. Сходил просто на армейке. Причем починка-то 11 тысяч гривен. Что это? Это уж не так много. Будем откровенны. Елки-палки, я свободовец. Капец. Меня сейчас свободовцы тут разорвут. Удолготся, то есть. Так, тут же нет нашивки вроде. Да вроде нет. Давай тогда это тоже сюда убираем. Пусть что хотят, говорят. Вот, надо было их зу. Это тоже прикол, да? Ходить, искать. Я играю. Вот я получаю сейчас удовольствие от игры. Мне очень нравится то, что я сейчас нашел себе броньку нормальную и так далее. А вот это вот ходить, искать их зу, когда жена выпадет. Ну его нафиг, как говорится. Ну перегруз, конечно, никуда не денется особо. Вообще красота. Смотрите, два калашных теперь магазина. Бакелитовых. Два пистолетных. 2000 гривен стоит. Масса минус 300 грамм. Но масса это ладно. Что-то опять происходит. Какая-то перестрелка. Ну в принципе, наверное, можно сразу пойти дальше. Обратно. Да шо ж ты обо все ударяешься. Самое главное, что он хотя бы побыстрее бегает. Что у вас тут произошло, ребят? Кто напал? Что тебе нужно? Одна щитовидная железа. Вот хоть раз бы вы попросили то, что у меня есть, ребят. Вот без негатива, но реально. Какие-то всегда железы, не железы. Без негатива, но как бы по факту. Всегда просят какую-то ересь, которой у меня нет. Что-то они куда-то ходят все. Иди своей дорогой, сталкер. Здесь зона, братан. Вообще, хотел точилку купить для топората уже самого. Но походу не вариант. Давайте посмотрим, что у меня там по навыкам в общем и целом. Охота 2.7, стрельба 1.9. Мародерство растет, выживание. Ремонт, конечно, очень мельяно, но это ладно. Армейские склады номер 2. Сейчас надо будет на остановке-то и ничего посмотреть. В целом, выносливсть, конечно, все равно кончается. И меня очень напрягает все-таки этот значок перегруза даже. Даже с новым костюмом. У меня же новый костюм, который типа вместительный. Но что, по факту мы видим? Что мне это особо не помогает. Ты что, на меня решила напасть? То есть все равно выносливсть как угорелая кончается. Без того, что перегрузы вот эти есть. Ну а что я могу убрать? Я даже не представляю, что можно убрать. Ну вот что? У меня сейчас тут все по минимуму и очень быстро. Тут нашивки, вы скажете. Так не берите их в расчет. Вот они весят и занимают вообще ничего. То есть в общем и целом у меня именно вот из-за того, что пистолеты, вот это все. То есть ну топор типа убрать. Ну не знаю, не знаю. Так, тайничок. Понятненько. Вот теперь надо быть осторожным. Сейчас опять посетим это место. Вообще вот тут был чувак. Но я, наверное, пойду сюда сразу. Но там веселуха будет. Навык стрельбы у меня такой себе. Из-за этого разброс большой. Шатание. Шмальбу какую-то слышу. Блин, а где монолитовцы? Я бы хотел с ними познакомиться. Ну-ка, письмо пришло какое-то. Ребята, это мы влипли фанатики на военных складах южнее аномалии ментальный огонь. А где ментальный огонь? Вот тут, по-моему. Север-юг. То есть где-то тут. Ну если тут ментальный огонь. А он вроде бы тут. Ну пойдем посмотрим. Смотрим глазками внимательно. Вообще как будто где-то здесь. Выстрелы. Хотя. А, да. Вон они, монолитовцы. Все, время не строчить летописи пришло. А вот сейчас могу. Поехали. Сейчас пойдет реальная пьянка, ребят. Монолитовцы обнаружены. Что, вам интересно, что с них падает? На самом деле, думаю, все то же самое. Как он не вовремя шевелиться стал? Так, на одного поклал. Там он еще один. Они зажали свободу в домике. По-моему, тут труп лежит. Надо запомнить. Тут двое. В смысле? Не понял, не понял. Подожди. Что случилось? Это вот тут аномалия? Дифига себе, она далекая. Кто это? Дядька Яр вздох. Прикиньте. Ой, ну я не буду перезагружаться. Здесь зона, братан. Как говорится. Скатерти дорожка. Так, монолитовец. Вот он. Абаканчик. Ну да, ничего особого. Абаканчику можно было бы как будто патрончики оставить. Бакелитовый магазин, по крайней мере. Спрайт облученный. Да. Облученный. Да. Все облученное. Что-то я не понял прикола, почему мне плохо стало. Может там контролер? Патроны какие-то говеные, что ли? Да, это плохие патроны, кстати. Я их, наверное, выкинул. Не, давай оставим на всякий случай. Если придется использовать. Так, с этим разобрались. Опа, ты кто? А, так он нейтральный. Ну да, видимо, я же с нами-то дружу. Ну, кстати, это плюс. Пожди, а где покойник? Да-да, там контролер. И сейчас он будет меня колдовать. Ну, слушайте, варик тут только один. Это вот такой. К сожалению, что бы там ни лежало, оно сломается. Но я имею в виду оружие. Стреляй, стреляй, брат. Ты что, дурак? Чего? Где взорвалось? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, давай. Готов. Надеюсь, что-то выпадет. Ну, понятно. База. Она такая. Пожди, где-то был найм мертвый. Теперь его нигде нет. Это теперь с кем-то еще стреляется. Ну, так вот еще и с найм. Ну, либо этот вот в кустах дурачок сидел, походу. Тоже такой вариант возможен. Возможен, в принципе. Пойдем на хутор и обыщем, ребят. Что там за сообщение пришло? Собаки-собачья смерть. Кого-то он добивает. Определенно, на армейских складах жить веселее. Что-то постоянно происходит. Облученная? Нет. Вот тут, пожалуйста, тоже с свободой и с мертвой. Помните же, мне на них еще квест давали? Что-то положить Яро с кем-то там еще. Ну, как будто надо все патроны подбирать. Типа даже те же 9-19. Сможет быть, когда-то я себе возьму какую-нибудь гадюку. Дымовая. Ну, кстати, ее разве что продать. В последнем выжившему тут лежит антирад. Тут будет что-то лежать, интересно. Ну, да, кстати, то же самое. То есть, стопроцентно хабар. Не время строчить летописи. А кто здесь? Вижу покойников. Это было красиво, согласитесь. Сохраниться смог. Ну, давай, у тебя будет стопроцентный экзай, серия вообще будет шикарная. Ай, 41%. Прото-экзоскелет закат М2. В городском камуфляже Монолит. Если я его не возьму, вы меня съедите? Подозреваю, что да. В принципе, и Абакан неплохой. То есть, в теории, его можно было там за 30 с чем-то косарей вычинить. Повреждения у него побольше, на полтора процента, как написано. Давай так. В любом случае, изначально надо брать экзу. Подожди, как ее засунуть в рюкзак? Прикиньте вообще ситуацию. 26 килограмм, 20 с чем-то литров. Но она не помещается, конечно же. Хотя, почему она не помещается, кстати? У нее сколько? 25 литров? Алло, а почему ты не помещаешься? Так она же хватает по литрам. Ну, типо логически, конечно, это странно. Давай наденем ее, в принципе, может. То есть, я теперь убитый? Ой, ну тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой здесь дерьмовый худ. Просто дерьмовейший худ, ребята. Вот из-за этого придется худ отключать. К сожалению. Что думаете, пишите, но... Я думаю, что все согласятся. То есть, тогда еще можно было терпеть на той маске. Интерфейс шлемов выключаем. Правильно? Ну, вы сами видите, после динеклякса, лично меня она прям напрягает жестко. Смотрите сами, как лам. Так что у меня, 60 литров тут вместимость. Но я не знаю, буду ли я его... Скорее всего, я не буду даже его... Этот костюм... Вычинивать? Ну, возьму, сейчас почитаю комментарии. Ну, молодец, ты еще вылетел. Зато перезагрузился и... Теперь новый подавал, мужика. Да почему? Мы можем просто Игзу взять. С прицелом на то, чтобы потом починить. Но сейчас уже надо, получается, идти домой с ней. Хотя я не перегружен. Могу сюда брать? Почему-то Игзу не мог, кстати. Странно. Ну, нет, логически понятно. Она же огромная, как ты ее заместишь. Но почему-то, да, вот эту брагу можно. Ладно. Смотрите, у меня 20... Сколько там? 26 процентов. Я не могу бегать, если что. То есть, я бы хотел, конечно, сюда сейчас сходить. Литраж какой-то есть в целом. Ну и то, я так понял, это лоховской комбез, правильно? Вроде бы да. Ну, там, сообщение. Нарвались на Химеру, военносладах, южнее. Ага. Сколько уже? Уже 25. Ну, не, она прям быстро садится. Нет, к сожалению, надо прям на базу идти. К сожалению, это так. Потому что 27 было, 26-25. Я вот, возле хутора еще. Слушайте, как бы тут ни было их за гембр сплошной. То есть, она довольно быстро по ощущениям садится. На первый взгляд. Уже 24. Я дойду до перехода. Все, пошли. 26 килограмм в скобочках. 25. Это сколько он литра занимает? Я считаю, запутался, когда маленько броню свободовцев оценивал. Сколько литров дает костюм написано живот? Макс вместимость, плюс 40. Макс вес, плюс 70. Карманы 5 целых, кстати говоря. Прикиньте, 11 серия сегодня. Я сколько броников за сегодня сменил? Броня свободы раз. Причем вообще не было предпосылок. И вот теперь их за два. Ну понятно, что я в ней не буду сейчас ходить. В ближайшую серию, скорее всего, играть. Я боюсь представить, сколько вычинить ее стоит. Но просто сам факт. То ходишь в одном и то уже несколько. Ой-ой, меня кто-то видит. Скорее всего, сзади кто-то есть. Раз сохраниться не дают. Теперь есть какие-то звуки, когда ты шевелишься. Опять же, бег сейчас в любом случае не вкачаешь. В ближайшем будущем. Так что чисто как экспонат даже в какой-то степени. Мы это тащим домой. Ну их за тут реально очень просто достать. То есть если бы у меня вообще изначально были переходы на армейке. Можно было дойти до бара. И сразу прыгнуть на армейке. Я думаю, в первой серии даже потенциально можно достать их за. Я бы, конечно, если бы делал мод, я бы сделал, чтобы их за не падало. Вообще некоторые категории высших костюмов не падали. Принципиально. Ну потому что, я уже объяснял. Чем быстрее ты получишь топ-снарягу, тем быстрее надоест играть. Подожди, а почему в воздухе висит? Ладно. То есть, ну хорошо, вот, допустим, в следующей серии у меня их за. Крутой автомат. Ну как бы, а что дальше делать? В этом же и смысл игры до поры до времени. Подниматься из грязи в князи. Когда все будет уже не то. А, подожди, в смысле кабласа облученная. Хлеб облученная. Аптечка тоже? Ты что, издеваешься? А где я это все сделал? Я понял, где я это хапнул. Когда попал в зону облучения. Да, тут еще не облученная. Нельзя попадать в облучение. Ну ладно, на этом можно заканчивать серию. Уже много записываю. Увидимся в следующий раз. Ссылка на подлительство в описании. Не стесняйтесь писать комменты. Счастливо. Спасибо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok